Францию попробуем включить. Елена Габрилян, журналист французской радиостанции РФИ, должна выйти на связь. Елена, как слышите? Здравствуйте. Здравствуйте. О, отлично. Действительно, Франция не спешит упрощать визовый режим между Украиной и ЕС из-за опасений волны миграции нерегулируемой? На самом деле, сегодня лидеры Евросоюза утверждали совсем другое. Дональд Туз говорил о том, что Франция и Германия готовы поддержать упрощение визового режима для Украины. Условно можно сказать, что все страны Евросоюза можно разделить на три группы. Страны, которые выступают против введения этого визового режима, страны, которые выступают за, и те, кто настроены, скажем, оптимистично, настороженно. Так вот, Францию, скорее всего, можно отнести к вот этой третьей группе. Это действительно связано с тем, что есть опасения роста нелегальной миграции. Но при этом, как известно, пару дней назад, до начала этого саммита, Европейская комиссия заявила о том, что готова ввести безвизовый режим для Украины сроком 90 дней. Это не касается рабочих виз, касается только краткосрочных виз. Но есть такая оговорка. Евросоюз сейчас рассматривает законодательные механизмы, которые позволили бы Брюсселю сделать шаг назад в случае кризиса. То есть это значит, что если правом на получение, например, политического убежища будут определенные, использовать чрезмерно вот это право на политическое убежище, а также в случае, если это безвизовый режим с Украиной может привести к угрозе для некоторых стран Евросоюза. Вот такие, в принципе, оговорки. Поэтому в целом, конечно, Петр Порошенко готовился привезти с этого саммита трофей безвизовый режим. Привез, ну, скажем так, полупобеду, если можно сказать, с точки зрения Украины. Ну а в декабре он будет вознагражден? Его ожидания? В декабре, конечно же, стоит вопрос о соглашении об ассоциации с Украиной. Мы знаем, что в середине декабря, когда состоится саммит Евросоюза, будет вопрос на повестке, это ратификация, полная ратификация этого соглашения. Мы знаем, что вопрос все-таки сейчас подвис в воздухе в связи с референдумом, который прошел в апреле в этом году. Да-да, мы это объясняли. То есть вот ваше предположение, решится вопрос в декабре или все-таки придется подождать еще? Судя по заявлениям Марка Рютта, премьер-министра, вопрос сейчас пытаются Нидерланды и Евросоюз искать какой-то компромиссный вариант. Ну, источники в Евросоюзе говорят о том... Ну, это вряд ли, да.